Ютубер Аксель показал, как бы выглядел третий Варкрафт, если бы за него взялись люди, готовые вложить душу в свою работу. Полноценные игры он, конечно, не выпустил, но показал Артаса, который прогуливается по небольшому городу. Помимо Принца Лордерона, в кадре появляются разные юниты — от обычных пехотинцев до целых дирижаблей. Сам автор обещает в скором времени выпустить ремастер одной из миссий основной кампании. Судя по комментариям, фанаты просто в восторге от проделанной работы и с большими надеждами ждут играбельного билда. Один из отзывов красочно описывает общее мнение комьюнити. Знаете, в чём разница между автором ролика и Activision Blizzard? Первый любит вселенную Варкрафта, а вторая её ненавидит. Всем привет, это GSTV. Сегодня суббота, 4 сентября 2021 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Вполне возможно, что вскоре мы опять нацепим на себя тяжеленные рюкзаки и коробки, чтобы ощутить все прелести курьерской доставки. В недавнем интервью Норман Ридус, исполнивший главную роль в Death Stranding, обмолвился, что ведутся переговоры о создании второй части. Судя по эмоциям, сам актёр очень рад продолжить работу с Kojima Productions. Журналисты, в свою очередь, довольно скептически отнеслись к такому заявлению. Уж очень странно, что опытный актёр позволил себе раскрыть тайну о ещё не анонсированном сиквеле. Многие из них сходятся во мнении, что Ридус, возможно, имел в виду не продолжение, а режиссёрскую версию первой игры, но это маловероятно. Релиз Death Stranding Director's Cut запланирован на 24 сентября, и странно допускать, что Норман ещё не закончил свою работу над ней. Но актёры и правда часто допускают подобные промахи, раскрывая тайны будущих проектов. К примеру, взять того же Тома Холланда, который исполнил роль Человека-паука в последних фильмах Marvel. Он настолько часто спойлерил сюжет, что в итоге сценарий ему стали присылать без каких-либо намёков на происходящее — просто ряд реплик героя. Только на съёмочной площадке он может понять, что вообще происходит по сюжету. Возвращаясь же к нашей теме, напомним, что ещё в 2020 году Норман Ридус рассказывал о продолжении сотрудничества с Хидео Кодзимой, и по итогу мы получили анонс режиссёрской версии. Сами разработчики пока никак не прокомментировали заявление Ридуса, но, по крайней мере, нам известно, что в данный момент компания работает над каким-то секретным проектом. Кто знает? Возможно, совсем скоро нас ждёт анонс Death Stranding 2. Настоящая драма развернулась в сообществе Skyrim. И главной причиной стала отнюдь не новость о том, что Тодд Ховард вновь предлагает всем купить свою «новую» игру. Источником проблемы стала маленькая шуточная модификация под названием No Skyrim — она запрещает играть в Skyrim. Сам автор уверенно называет её работой всей своей жизни. Каждый раз, когда вы вновь собираетесь пройтись по заснеженным тропам этого мира, всё начинается не с кнопки «новая игра», а с поиска сотни модификаций, которые разбавят надоевший геймплей, подтянут графику и добавят десятки квестов. А потом ещё множество часов разбора, какие моды конфликтуют друг с другом, в чём причина вылетов, зависаний и так далее. Создателя No Skyrim в один прекрасный день осенила мысль — зачем столько времени убивать на то, чтобы в итоге игра не запускалась, если можно сделать всего одну модификацию, которая это сделает за мгновение. Сообщество очень позитивно восприняло его работу, многие увидели в ней ироничный посыл и всячески поддержали. Но вот кураторы сайта Nexus Mods юмора не поняли и удалили творение этот Литл Коми. Многие новоиспечённые фанаты шутят, что администраторы таким способом пытаются сохранить популярность других модов. Ну да, этот шедевр быстро захватит топы. Но автор просто так не сдался и всеми силами борется против абсурдной несправедливости. В сети уже есть петиция с требованием вернуть No Skyrim обратно на Nexus, а на Reddit открыли полноценную ветку с названием «Спасём No Skyrim». Представители сайта пока никак не отреагировали на ситуацию, так что исход этой битвы пока не ясен. Сотрудники EA Motive Studio между тем провели первый стрим, посвящённый разработке обновлённой Dead Space. Авторы представили кадры из очень раннего билда, подчеркнув, что они не отражают состояние финальной версии, но дают понятие о том, над чем в студии трудятся в настоящее время. По сути, этот показ нужен был, чтобы начать открытое общение с фанатами, получить советы и жёсткую критику. При этом в эфире показали отдельные механики, вроде перемещения в невесомости и системы расчленения. По итогу трансляции стало понятно, что игра сейчас находится на очень ранней стадии разработки, а локации собирают поэтапно — сперва берут оригинальный уровень, затем добавляют детали, настраивают материалы, освещение и эффекты. Ассеты, показанные во время трансляции, предварительные — всё ещё может поменяться. Сюжет точно останется прежним, но появятся новые механики. К примеру, Айзек научится полноценно летать — это позволит расширить и разнообразить уровни. Голосом Айзека снова станет Gunner Raid. Стоит заметить, что систему расчленения противников переработали. Теперь под внешними покровами модели скрывается альтернативная, повреждённая версия. Монстрам можно не только руки-ноги отстреливать, но и куски мяса из тела выдирать. А чтобы отчекрыжить врагу конечность, нужно сначала в предполагаемом месте отрыва сбить тот самый внешний слой плоти и целиться в обнажившуюся кость. Дата выхода пока не называется. Любая игра — хоть ужастик вроде Dead Space, хоть ролёвка в духе Skyrim, хоть гениальное произведение Хидео Кодзимы — гораздо приятнее ощущаются, когда пользуешься качественной периферией. И если вы подумываете над апгрейдом, имеет смысл присмотреться к продукции датской компании SteelSeries. В частности, она представляет беспроводную игровую мышь Rival 3 Wireless и гарнитуру Arctis 5, которые точно повысят ваш комфорт от прохождения. Rival 3 интересна тем, что в ней используется новый сенсор TrueMove, разработанный специально для беспроводных мышей. Он отличается повышенной точностью слежения, чтобы прицел всегда был быстрым и метким. Работает мышка от батареи в течение минимум 400 часов. Оба устройства получили множество наград от многих изданий — PC Gamer и IGN назвали их лучшими гаджетами года. Arctis 5 можно уверенно назвать одним из лучших наушников для игр в принципе, благодаря и точнейшей звукопередаче, благодаря которой можно услышать любой малейший шорох и очень качественному микрофону, сертифицированному Дискордом. Детальнее разобраться в преимуществах можно по ссылкам в описании. На радость многим фанатам Готики состоялся выход полноценного мультиплеерного мода Gothic 2 Online. Вообще, тема кооператива в мире творения Piranha Bytes не новая — на протяжении нескольких лет достаточно много моддеров пытались сделать свой проект, позволяющий насладиться этим миром в компании друзей. Их объединяет одно — они не могли охватить весь спектр желаний игроков. Одни хотели полноценного PvP, другие — просто совместного прохождения. Авторы Gothic 2 Online же решили не выбирать какую-то одну нишу, а угодить сразу всем. Работает это на старой доброй системе серверов. То есть, заходя в игру, вы через меню выбираете понравившийся вам сервер или создаёте свой — и вперёд, наслаждаетесь выбранной вами тематикой. Сами разработчики мода предлагают на выбор пару своих, так сказать, официальных серверов. К примеру, если вам нравится PvP — значит, вам на Deathmatch. На нём существует своё сообщество, устраивающее бои как один на один, так и каждый сам за себя. Помимо этого есть ролевые серверы, кооператив и survival. В последнем, кстати, Horinis довольно сильно преображается. В этом суровом мире выживать стало сложнее — придётся искать ресурсы, обустраивать свою собственную базу и крафтить снаряжение. Как вы понимаете, если хорошо разобраться в механиках этого мода, то можно создать свой сервер, который сможет сделать из второй готики целую MMORPG с крафтом, рейдами и PvP. Проект создан поляками, но их главный сайт переведён на русский язык. Состоялся релиз экшн-рпг Baldo the Guardian Owls от студии Napsteam. Нам предлагают окунуться в волшебное путешествие по сказочным землям, в которых полным-полно всяких тайн, загадок, подземелий и, конечно же, сокровищ. Главному герою Baldo предстоит узнать, кто такие совы-хранительницы, и что за тема наводнила его любимый мир. Типично для подобных игр наш герой — избранный, и только у него есть возможность во всём разобраться. Вообще, в первую очередь стоит отметить, что проект вдохновлён серией Zelda, в особенности первыми частями, но до качества творения Nintendo тут далеко. Визуально картинка достаточно приятная, но если в одной локации всё хорошо, то в другой вас встретят тусклые и замыленные текстуры. Даже модельки NPC все разные — одни прорисованы отлично, а другие будто слеплены на скорую руку из пластилина. От геймплея не стоит ждать чего-то прорывного и нового. The Guardian Owls — это классическая Zelda, как она есть, со всеми своими плюсами и минусами. А ещё для любимой многими сатирической градостроительной стратегии Tropico 6 вышла DLC Festival. Само название явно намекает на основную задачу дополнения — принести праздник на диктаторские острова. На выбор доступно более 20 вариантов вечеринок в четырёх специальных зонах. Для их проведения добавлены новые здания — фабрика воздушных шаров или фейерверков. Население можно добровольно-принудительно обучить искусству танца в специализированных школах. Разве есть что-то более приятное для диктатора, чем дарить своему народу улыбки? Ну а если кто-то не желает улыбаться, то розгами его розгами. Для самого губернатора тоже доступны новые наряды, да и сам дворец можно будет оживить праздничными украшениями. Помимо этого, появилась и целая кампания, посвящённая борьбе со скукой. И это не просто слово, а целое древнее зло, желающее погрузить ваш остров в атмосферу уныния. Дополнение получило довольно смешанные оценки. Что касается новых зданий, механик, оформление — то им ставят только отлично, а вот с кампанией всё плохо. Эта так называемая скука закрывает доступ к большей части экономики, и впоследствии каждый раз приходится буквально собирать крохи, чтобы худо-бедно выполнить задание. А над головой, помимо всего прочего, висит таймер, который не даст спокойно отдохнуть. Многие считают, что на высоком уровне сложности сюжетка вообще непроходима, только если вы досконально не выучите всё, что будет происходить в момент миссии и начнёте реагировать со скоростью компьютера. Да и если взять саму экономику, вот хороший пример. Экспортная цена резины — 3200 долларов. Экспортная цена воздушных шариков — 3 тысячи. То есть, производя их, вы теряете деньги. В общем, сюжетный режим все настойчиво рекомендуют даже не пробовать. 9 сентября в 23.00 по Москве игровое подразделение Sony проведёт презентацию PlayStation Showcase, посвящённую играм для PlayStation 5. И говорят, там нас ждут очень мощные демонстрации. Прежде всего, должны показать продолжение God of War. А заодно Sony может сообщить о покупке Bluepoint Games — американской студии, которая была ответственна за ремейк Demon's Souls. А уже через неделю после этого, 17 сентября, THQ Nordic проведёт презентацию, посвящённую десятилетию возрождённой кампании. Ведущим юбилейного ивента станет журналист и продюсер Джефф Кейли. Мероприятие начнётся в 22.00 по Москве. Показано будет шесть новых игр. Есть предположение, что одной из них станет Titan Quest 2. Плюс обязательно поговорят об Expeditions Rome и LX2. Мы же будем оба мероприятия рестримить на нашем канале. Страсти с Activision Blizzard всё не утихают. Компания решила задобрить разгневанных фанатов и в следующем обновлении убрать из своих проектов отсылки к бывшим сотрудникам, которые якобы причастны к делу о дискриминации женщин. Речь идёт о Джесси Маккри, Луисе Барриго, Джонни Лекрафте и Алексе Афросиаби. Последний, кстати, в своё время занимал пост креативного директора. Blizzard всегда любила оставлять отсылки на своих сотрудников в играх. С удалением большинства из этого списка особых проблем нет — всего лишь переименовать какого-то NPC или местность. А вот с Маккри ситуация сложнее. Дело в том, что в его честь назван герой в Overwatch — ковбой Джесси Маккри. Персонажу собираются полностью сменить имя, что влечёт за собой переозвучку не только его реплик, но и всех героев, которые обращаются к нему по имени. И не стоит забывать, что Overwatch локализирована на 13 языках. Konami порадовала всех обладателей современной периферии. В магазине GOG её пять классических тайтлов пропатчили, добавив поддержку новых контроллеров, включающую улучшенную раскладку и ряд индивидуальных фиксов. В эту пятёрку попали Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Substance, Konami Collector Series Castlevania Encontra и Silent Hill 4 The Room. Напомним, что набор классических игр Konami вышел в GOG еще год назад — в сентябре 2020-го они были оптимизированы для работы на современных ПК. Хоть в целом релиз Psychonauts 2 прошёл успешно, некоторые российские игроки решили бойкотировать проект, намеренно занижая его оценки на Metacritic. Связано это с тем, что игра полностью лишена русской локализации. Отсутствуют даже субтитры — авторы говорят, что всё из-за нехватки бюджета. В игре по меркам Double Fine рекордно огромный сценарий, и добавление даже одного языка потребует много работы и денег. Но игроки всё равно старательно обвалили оценки, считая, что студия этим демонстрирует своё предвзятое отношение к русскоязычному комьюнити. Хоть на Gamescom публично и не засветилась Elden Ring, журналистам некоторых изданий устроили закрытый показ игры. В течение 15 минут были продемонстрированы основные механики, ключевые направления и аспекты проекта. Мир, как выяснилось, будет состоять из надземной части и сети подземелий, что напоминает о Dark Souls. Авторы настолько расщедрились, что дадут нам доступ к карте — это явно намекает на гигантские размеры мира. Присутствует некий аналог костров, между которыми доступно быстрое перемещение — можно обойтись и без этого, путешествуя по миру верхом. Это будет даже поощряться, так как локации наполнены разными секретами и опциональными боссами. Иногда в открытом мире встретятся караваны с сокровищами. Разобраться с их охраной можно как обычным способом в прямом столкновении, так и скрытно. Стелс вообще будет играть важную роль в прохождении. Как пример показали замок Stormvale. В него можно попасть двумя способами. Первый — через главные ворота, прорубаясь сквозь орды врагов. И второй — длинный, но безопасный чёрный ход, позволяющий подобраться к мини-боссу с тыла. Это позволит вырубить его с одного удара усыпляющим дротиком. Сам главный герой умеет прыгать, как одинокий волк из Секиро. Разработчики отметили, что многое будет крутиться вокруг механики этих прыжков. В плане оружия нас решили не ограничивать, и даже маг сможет свободно махать топором. Обычных противников ждать не стоит. Да и кто вообще ожидает обычности от этой студии? В очередной раз на нас будут нападать порождения больной фантазии дизайнеров. К примеру, птицу с мечами вместо когтей, которая бросается в героя бочками с порохом, или десятирукое существо, вооружённое буквально до зубов. Павших монстров можно поднять в виде духов и заставить сражаться на своей стороне. Кстати, к нашей лошадке стоит бережно относиться — у неё будет своя шкала здоровья, и чтобы восстановить её, нужно покормить животное. Использовать скокуна получится только в одиночном режиме. Также показали, что в игре доступно некое светилище — аналог Храма Огня из третьей Dark Souls. Отдыхая там, герой будет восстанавливать какие-то целительные способности, но про это пока мало что известно. Сюжет намерены подавать в новом для игр From Software ключе. По большей части о происходящем мы узнаём из уст NPC, которых тут будет в разы больше, чем в прошлых играх команды. Кстати, диалоги писал Хидетака Миядзаки, а не Джордж Мартин. Мартин придумал исключительно вселенную игры и её мифологию. Выход Elden Ring запланирован на 21 января 2022 года на PC и консолях двух поколений. Будем рады вашим лайкам и комментариям, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом пока всё — играйте в хорошие игры, и до новых встреч на GSTV.